Напомним, детское отделение 10-й горбольницы, расположенной в поселке Южный, начали ремонтировать под нажимом общественности после серии скандальных публикаций в соцсетях. Барнаульцы были в шоке от того, в каких условиях лечили их детей. Вот это вот пол. Он проваливается. Тут спят дети. Окно без шток. Провод из стены торчит. Ну вот я лежала в этой больнице с ребенком 4 года назад. Вижу по фотографиям, что ничего не изменилось. Первоначально на ремонт Крайздрав выделял всего 2 недели. Но главный врач уже тогда просил минимум месяц, зная в каком запущенном состоянии находится отделение. Прошло уже полтора, а здесь по-прежнему стучат строители. Говорят, здание, построенное в 80-е годы, отремонтировать непросто. Ведь оно сделано из разномастных материалов. К примеру, внутренние перегородки наполовину выполнены из кирпича, а наполовину из пенобетона. Но это лишь цветочки. Есть еще и ягодки. На Южном, очень близко к поверхности, подходят грунтовые воды. Плюс в подвале этого здания находился бассейн. В результате подмокания одного из углов здание дало осадку. Сейчас там есть трещины по контуру, которые мы оперативно ликвидировали. На данный момент строители отремонтировали 9 палат из 12. В них осталось уложить только линолеум. Потом они приступят к ремонту санузлов и переносу пищеблока. Принимать пищу маленькие пациенты будут в другом месте, более просторном и удобном. Столы и стулья для новой столовой уже приобретены. Здесь была хозяйственная часть, здесь были санитарки, здесь были уборщики помещений. Теперь мы это помещение практически отдаем под буфет, под столовую. Педиатрическое отделение должно начать принимать пациентов в середине августа. По крайней мере так планируют в Крайздраве. Полностью же ремонтная кампания здесь завершится осенью, говорит Андрей Бабушкин. Чтобы отремонтировать и утеплить три оставшиеся палаты, нужны дополнительные средства. Выделенного миллиона может не хватить. Ольга Калачева, Павел Лауренин, информационный канал, город.